Лучше всего динамику отношений между Германией и Брестской областью отражают цифры. Только за прошлый год внешний торговый оборот составил порядка 240 миллионов долларов. Белорусская сторона экспортировала продукцию на сумму порядка 73 миллионов долларов. Крупнейшими экспортерами ФРГ сегодня являются такие предприятия, как Пинск-Древ, Джоффри-Лаборотехник, Инвалюкс. В рамках экономического взаимодействия в Брестской области функционируют 68 предприятий и организаций с участием инвесторов из Германии. Крупнейшая из них – Санта-Брэмор, это рыба и морепродукты, колор, краски, серия производства мясопродуктов, полимебель. Ну и я уверен и надеюсь, что этот процесс будет продолжаться, потому что, конечно же, и географическое положение, и потенциал достаточно большой. Брест вообще находится на географическом плане в идеальном расположении. Быть мостом между Евросоюзом и Россией, и я думаю, что из этого мы действительно от всего сердца мы поддерживаем именно этот самостоятельный, суверенный Беларусь. И нам очень интересно, что ваша экономика тоже процветает, и я думаю, что это действительно взаимный благо. Германия предлагает себя в роли партнера как в сфере торговли, так и в других сегментах. Наряду с экономикой развивается связь в областях туризма, спорта, культуры. Локомотивом в сфере международного сотрудничества выступает сфера образования. Здесь нельзя не отметить среднюю школу номер 7. Сотрудничество учебного заведения с учреждениями образования города Равенсбурга носит системный характер. Школа является настоящим центром немецкой культуры, а потому в рамках рабочего визита Манфреда Хутерера был запланирован визит в седьмую школу. Именно седьмая школа реализует очень многие проекты, направленные на популяризацию немецкой культуры, немецкого языка, на пропаганду ценностей, которые ваша страна декларирует. То есть это в принципе серьезнейшее направление, и мы об этом с вами будем разговаривать. Конечно, экономический феномент важен, но это гражданские инициативы тоже важны. И что нам обязательно сделают, это сохранить это любопытство друг к другу. Потому что если мы любопытно следим за событиями в других странах, особенно в соседних странах, это, конечно, я думаю, что это очень важно, и, как я сказал, знание языка, конечно, тоже внесет определенный вклад. В последние годы отношения между Германией и Брестским регионом развивались позитивно на всех уровнях – экономическом, политическом, культурном и образовательном. Углубить динамику отношений – задача, которая сегодня стоит перед дипломатом. В рамках встречи стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-германского сотрудничества, включая историческое прошлое и сохранение памяти. Мы, немцы, никогда не будем забыть о этой трагедии, мы никогда тоже не будем забыть о преступлениях, которые совершали здесь немцы. Мы из этого сохранение памяти о том, что здесь было для нас, это очень важно. Виктория Нечаева, Дород Букнович и Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.